Продолжается голосование за символы Ямала. Напомню, этот проект был инициирован молодежным правительством и региональной общественной организацией Центр гражданских инициатив. Цель его понятна – сохранение и популяризация богатого культурного наследия арктического региона. Каждый муниципалитет предложил свои варианты узнаваемых мест, памятников истории и общих побед. А теперь, сообща, ямальцам предстоит выбрать из общего числа только пять символов Ямала. Голосование уже идет. Как поддержать наших, расскажет Ирина Волокитина. Знаковые места в городе лабытнанцы выбирали сообща. Народное голосование проходило на сайте администрации. Из 14 объектов, достойных стать символом округа, предпочтение было отдано железнодорожному вокзалу. Я тоже проголосовала за него, говорит директор краеведческого музея, хотя могла сделать выбор и в пользу своего учреждения. Когда произошло открытие этого вокзала, то получилось так, что я путешествовала в этот момент. И в журналах, в том числе в поезде «Аврора» с Москва-Санкт-Петербург, я увидела, что там запечатлена фотография нашего вокзала. И вот именно характеризовали как ворота Ямала. Наш вокзал, в частности, ворота Ямала. Потом мне также рассказывали мои однокурсницы, что у вас такой вокзал замечательный. То есть в любом случае, я думаю, что он олицетворяет наш округ. Статус ворот Ямала подтверждает и архитектура вокзала. Здание не имеет аналогов. Омские архитекторы спроектировали в виде сегмента полярного круга, выступающего из земли. Лабытнанский вокзал – достойное украшение не только города, но и округа. Северный край невозможно представить и без железнодорожной ветки Абска-Баваненкова. Для ее описания достаточно одного слова – уникальное. Возведенная в условиях вечной мерзлоты, она протянулась на 525 километров, включает в себя 5 станций, 12 разъездов, 70 мостов. Даже мост через реку занесен в рекордах Гиннеса, как самый длинный мост за полярным кругом. Третий символ, по мнению лабытнанцев – школа Олимпийского резерва имени Татьяны Ахатовой. Занимался раньше. Тренера там хорошая. Народное голосование проходило в каждом ямальском городе и поселке. Всего было выбрано 40 памятников природы и архитектуры. Теперь из них предстоит выбрать только 5. Голосование уже началось. Ямальцы активно голосуют за свои символы. Пока лабытнанские претенденты в числе отстающих. Но время исправить ситуацию еще есть. Всех прошу подключиться к этой акции, за наш город проголосовать. Давайте проголосуем за наш город Лабытнанге. Чтобы проголосовать, нужно зайти на сайт окружной телерадиокомпании «Ямал-регион» и на главной странице найти опросник – символ Ямала. Выбор можно сделать в пользу нескольких вариантов. Наша съемочная группа сегодня поддержала и школу имени Ахатовой, и уникальную железную дорогу, и самый красивый на Ямале вокзал. Теперь выбор за вами. Ирина Волокетина, Эдуард Захаров. Программа «Время. Местное». Ирина Волокетина. «Время. Местное». Ирина Волокетина. «Время. Местное».